Эти кадры появились в мае этого года. Местной жительнице удалось снять, как осенизатор сливает нечистоты в колодец на проезжей части. Дело происходит у остановки овчинно-меховая фабрика. Ароматы сводят жителей с ума. Они как ночью в машину не знают, но поймать их тоже, потому что они смотрят, кто часто их наблюдает. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? А это уже индустриальный район. Зимой мы обнаружили здесь целое фекальное озеро. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минстельхозу, но уже давно переданы в пользование аграрному университету и только ему. Как нам пояснили в ВУЗе, поля не рассчитаны на такой объем нечистот. Поэтому десятки машин, которые приезжают сюда, ежедневно идут на экологическое преступление. Давайте тогда продолжим. Все продолжим. Ну зачем сейчас вы едете, продолжим? Ну так вы уже начали при нас это делать, но если все законно. Факт-то слива не сняли. Мы сняли. Свернулся. Сняли там. Свернулся. Там текло. Ничего не текло. Отговорки всегда сказочные. Машина сломалась, сюда поехали. А так вы здесь не сливаетесь, да? Да ближе, нет. Просто сломалась машина? Да. А вы не боитесь, что у вас нос вырастет? Нет. Вы врете. На сегодняшний день те люди, которые приезжают сюда, добросовестные ассенизаторы, их, грубо говоря, от общего количества 10%. Остальные 90% сливаются вот здесь вот в округе. Вот вокруг залиты все рощи. Ценовая политика у них точно такая же. Берут они дежурные средства одинаково. Эти деньги только не идут в бюджет Алтайского края, то есть недополучает не бюджет. И вокруг у нас, соответственно, проходит экологическая катастрофа. Сегодня нам известно лишь о нескольких точках, куда ассенизаторы незаконно сливают отходы. Но фекальная карта постоянно пополняется. Поймать за руку нарушителей можно недалеко от канатного проезда, на пересечении Павловского тракта и Трактовой, в районе онкоцентра, на проезде Южной, Широкой просеки, недалеко от Сибирской долины и на ВРЗ. Сегодня мы вновь в индустриальном районе. Здесь ассенизаторы сливаются прямо в рощу. Долго ждать они себя не заставляют. С ними борется Алтайский аграрный университет уже несколько лет. Они окапывают свои фильтрационные поля. И в тот момент, когда там валы мы проезжали мимо, когда там появляются валы, они проезжают мимо этих валов и заезжают сюда в рощу, когда доступ закрыт. Потом вот эта вот, ну, скажем так, компания большая этих ЭПшников, ассенизаторов, они заказывают трактор, убирают этот вал и опять начинают сливать фильтрационные поля. Вот сюда вот заезжает, вот смотри, свежий свет. Развернулся, назад сдал, и вот туда сливают. Вот сливают. Пахнет отвратительно. Выглядит это не менее отвратительно. Можем с вами туда сходить, посмотреть. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, ассенизаторы не хотят. Сегодня в городе есть три таких точки. На проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Они принадлежат Водоканалу и компании Экопорт. В компании признают, что объективно нужно еще несколько точек. И в будущем их планируют открывать. Но даже с учетом существующих пунктов, бизнес ассенизаторов остается привлекательным. И уж точно не уходящим в минуса. Ассенизатор заезжает. Одну заявку забирает за 1600, эти же 5 кубов. А вторую заявку за 1600, то есть 3200. С этих 320 он нам платит 500 рублей. По ассенизатору всегда во все времена золотари получали достойную плату. В среднем заработок начинается от 120 тысяч рублей в месяц. А пока в Барнауле ежедневно сливается около 110 тысяч кубов, сами знаете чего. А ведь черная ассенизация – это не только неприятный запах, от которого страдают люди. Это еще и опасные болезнетворные начала. После выхода вашего сюжета прошлого, резкого возраста количества автомобилей продлилось это ровно, я вам скажу, около трех недель. Потом эти люди опять растворились в неизвестном направлении. По всей видимости, нас ждет еще несколько репортажей на эту тему о компетентных органах массы работы. Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.